Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу представить Алису Гордееву, генерального директора брендхауса и вообще замечательного человека, который для нас сегодня очень много проводит и вообще просто очень глубокий и интересный человек. Здравствуйте, Алис. Добрый день, Кирс. Хочется в первую очередь спросить, наверное, про бренды. Профессионал в этом, да? Хочется, чтобы вы поделились опытом, как сделать из человека бренд, как его потом продвигать на рынке. И так далее. Давайте так сначала, что может сделать из человека бренд? Либо он сам и его история обычная жизнь. Либо мы можем совершать какие-то телодвижения, заниматься технологиями, сделать его и создать какое-то отношение к нему. Давайте сразу договоримся, что под брендом мы не подразумеваем что-то хорошее. Это может быть плохое, это может быть что-то раздражающее, это может быть что-то смешное. Самое главное в нашей истории то, что должно быть какое-то к нему отношение. Он должен выделяться, он должен быть небезликим, он должен быть ярким и запоминающим. Так. Проще всего сделать из человека бренд неким визуальным элементом. Проще всего и быстрее всего. Если бы, например, вы носили красные бусы всегда на шее, то есть у вас бы был деловой костюм и некая конфликтная деталь. Красный платок, красные бусы, я не знаю, там, мы можем все говорить? Да. Слово «хуй на щеке» вас бы знали все. Если не сегодня, то через год говорили бы, а, это тот чувак с бусами или... И по большому счету можно было бы оставаться всеми собой, и эта деталь бы сделала вас всем, да, но все-таки брендом. Отличительные черты. Да, конечно. А есть что-то, без чего вот это не может быть... Вот никакого бренда не может существовать без определенных телодвижений? Без энергии. И в прямом смысле, вот прямо в прямом смысле. Вам наверняка встречались в жизни люди, у которых нет внутреннего стержня. Им скучно с собой, им скучно жить. То, что на нынешнем сланге называют... Вот их не вставляет. Ничто и ни от чего. Сама жизнь как таковая. А есть люди, которые пышут, у которых глаз галит по поводу любого процесса, что бы они ни делали, даже когда шнурки завязывают, да? Вот с такими людьми можно и нужно работать. У них будет, может быть, любое образование. Они могут говорить черти как по-русски. Например, невероятно мною уважаемые Иваны Знатические Виде до сих пор пишут ошибками. Я с радостью об этом говорю, потому что даже такая вещь не может являться определяющей. Если в тебе есть огонь, если ты Прометей, то все равно, как ты гэкаешь, как ты пишешь, что ты знаешь в этой жизни, должно... Да, должно... Внутри должно что-то хрустировать. Если ты идеально образованный, если у тебя пять языков, ты занимаешься семьей, видами спорта, но ты, как так говорят американцы, с харизмой, допа и рыбу, не пройдет. Сделать ничего не возможно. Не пройдет. Да. Мне очень приятно слышать, потому что я тоже с ошибками пошел. Это не повод предоставить ошибку. Наверное, буду перескакивать немножко с темы на тему. Я буду только кипеть, хорошо? Да, конечно. Спросить про какие сегментации работают. Вы сегодня в лекции упоминали, что уже несколько лет как не работает неделимость на мужчин и женщин. То есть получается, что всех под одну гребенку? Ну да, получается, что всех под одну гребенку, потому что с точки зрения сегментации происходит передел рынка. Передел рынка вот в самом понимании сегментация. То, что было прежде, давайте попробуем на образах больших корпораций показать. Представьте себе, что был рынок некий, который называется сегментация, и там все делилось на крупные корпорации. Мужчины, женщины, высшее образование, неоконченное высшее образование, 25 лет криптиз, 45-50, женатые и неженатые, детьми и детьми, и геи там, и не геи, да, там, ну я не знаю, какие-то такие вещи. Ну, может быть, еще брюнетский блондин. Но были какие-то большие, крупные, традиционные корпорации, которые рынок делили между собой. А потом начался передел рынка. И большие корпорации начинают сдуваться, а молодые, новые, начинают этот рынок завоевывать. Так вот, если все это теперь в категориях сегментации рассказать, то из-за перенасыщения рынка потребления вот эти вот старые подходы к сегментации отмирают и умрут в ближайшее время. Маркетологи по старинке, особенно исследователи, продолжают сегментировать традиционно. Но это не работает. Слушай, рынок другой, все изменилось. Товаров очень много, продуктов очень много, и мы, как потребители, поменялись. С нами движут другие, вообще, двигатели у нас други. И двигают нас другие эмоции, другие посылы, другие мотивы. И это то, что называется в новом маркетинге психографика. То есть, не важно, что у нас с вами разница в возрасте, как между матерью и сыном. Важно, какие у нас в жизни приоритеты. Важно, что мы ценим в жизни. Важно, за что мы жизнь любим. Если мы вместе с вами гидонисты, то мы, обнявшись за ручку, пойдем и купим один и тот же товар. И пофиг, что у нас разный пол, разное образование, разный достаток и разный возраст. И с нами в компании может быть еще дедушка на инвалидной коляске и девочка из 90-ти лет подросток. Какая-нибудь триковская с перьями на голове. То есть, с точки зрения традиционной сегментации, мы вообще разные люди. Мы рядом никогда в одной группе стоять не можем. С точки зрения современного подхода психографического, мы одна и та же психографическая группа. В принципе, старые вот эти рамки можно улучшить. Да, они классные, они замечательные, на них вырос весь маркетинг продуктовый. Но жизнь за последние 40 лет изменилась до неузнаваемости именно жизнь рыночная, маркетинговая. Ну, соответственно, подходы изменились. Да, ну, собственно говоря, послушайте, ведь когда я училась в университете, мы вот такие толпы книг изучили, реально я читала. И я же, та же самая я сейчас не могу прочесть текст из этих стран. Изменился мир, изменилось его восприятие, изменился подход, вот просто изменилось совершенно. Поэтому маркетинг обязан это учитывать и реагировать. Следующий вопрос из совершенно другой темы. Да. Существует ли такой товар, который никак нельзя продать? И какую вообще цену нужно назначать своему чужому другому товару? Ну, смотрите, маркетинг такая штукенция, это же не наука, да, как мы вот сегодня два дня и вчера и сегодня говорили. Маркетинг не наука, это, вот вчера кто-то сказал, что это Артур Доведян, сказал, что это математика. Вот наши американские партнеры говорят, что это смесь математики и психологии. Ко всему прочему, это очень юная наука, ну, псевдо, потому что она слишком молода. Поэтому в ней нет никаких академических подходов, нет и не может быть. Подходов может быть несколько, они все будут успешные, актуальны, они все будут приводить к чему-то. Вот согласно этой теории, товар может стоить сколько угодно денег, он может быть дешевым, средним, дорогим, и в любом случае он будет востребован. Я сторонница высокой ценой для товара, как как маркетолог. Она позволяет сделать его более желанным, более любимым, более востребованным, она позволяет дать большую эмоцию приобретения. Та категория людей, которая в обычной жизни покупает нечто дешевое, а раз в месяц покупает хороший чай, получает больше удовольствия от покупки этого дорогого чая, чуть дайте им это счастье. Те люди, которые вообще никогда дешевый чай не покупают, каждую неделю получают некоторое удовольствие. Так, дорогая цена делает людей, позволяет сделать людей счастливыми. Я сторонник дорогих товаров, потому что они позволяют людям ощутить минуты счастья, сделать их счастливыми. И был еще вопрос, другой, это половина по цене. По цене, есть ли вообще товар, который невозможно получить? Ну, вот по с точки зрения здравого смысла нельзя продать снег в Финляндии зимой, например. Но, дорогие мои, ведь продают воздух, вот в баночке есть воздух в Иерусалиме, воздух Одессы, воздух там, я не знаю, Питера, но нет товара, который невозможно продать. Есть нехватка идей, есть нехватка креативной концепции, есть там, нехватка мозгов, всего угодно, только не, только не... Я думаю, что грязь можно продать в деревне, не обманывая людей, не говоря, что она целебная. Если идея дерзкая, яркая, красивая, человек улыбнется и купит это, да? Я не знаю, что. Послушайте, ну, куриный помет продают, но если это можно продать, как удобрение, ну, что еще продать нельзя? Ну, я не знаю, я на самом деле согласен. так что у меня есть... Нет, нет, я считаю, что нет, я не могу, может быть, кто-то предложит продукт. Я помню, при вас же, в общем-то, кирпичи продали, кирпич один продали аудитории, который он совершенно... Да. А как, кстати, к этому относиться? То есть, многие считают, что маркетинг, рекламы, пиар, это вот как бы обман. То есть, есть такое мнение. Знаете, я студентам на лекциях говорю, что вы должны, как профессионалы, отдавать себе отчет в том, что наша профессия связана с манипуляциями. Это правда. Но в то же самое время никогда не забывайте, что самая сильная манипуляция – это искренность. Когда ты работаешь с продуктом, с товаром, с человеком, в любой отрасли, связанной с маркетингом, ты либо веришь в него, и тогда делаешь это искренне. Либо ты не веришь, и тогда ты обманываешься. Не манипуляция ли это? Манипуляция, но это неплохо. В этом нет ничего плохого. Это манипуляция, но не обман. Подождите, ну хорошо, а когда девушка надевает глубокое декольте, короткую мини-юбку и делает ресницами вот так, разве это не манипуляция? Вы безоружны, да? Или когда вы, не знаю, берете ее за руку и говорите, я сейчас поведу тебя на самое красивое место, в мире. Вы разве не манипулируете? Ну мы же делаем это искренне. Да? В жизни много манипуляций, которые мы имеем в виду. Да. Ну и последний вопрос, ну даже не вопрос, а пожелание, что-нибудь, какой-нибудь совет дать начинающим маркетологам, предпринимателям, пиарщикам, всем, кому это нужно. Ну это те вещи, о которых мы говорили. Я считаю, что самые важные в жизни вещи связаны с искренностью и с горением. Ищите в себе внутренние резервы жить здорового, будьте искренними и ничьих советов не слушайтесь. Вам в жизни дается 155 намеков, они специально для Вас. Спасибо Вам большое. Ну, наверное, попрощаемся. Все, всем счастливо. Пока.